Привет, уважаемый Доктор, здрасьте. Вам нельзя ничего снимать на телефон, потому что очень много что здесь происходит, и это потом будет по телевизору, там, РНТВ, на канале Спас, потому что здесь будет и про письки, и про церковь, то есть в целом здесь и большая просьба, чтобы раньше это не попало, или вы перепутаете, и в Спасе покажут письки, понимаете? Я говорю, смотрите, что ты нас творил от вампийской, боже мой, как похоже на купол, ну то есть и сразу же, да, вы понимаете, о чём я речь? Надеюсь, это никто не снимал, потому что сейчас это просто полиция, религиозная полиция, всё, стоять, собрали, вон туда, куда, куда, не знаю, куда поставить, куда, на купол, ты симпатяшка сказал, смотрите, пиздец мне, короче, блин, вообще, кто зовут? Егор, ты из Москвы? Относительно. Относительно планеты, в смысле? Я из Каира, да там хули по карте. Ты не из Москвы? Да. С Москвы? Ну так и говори, ты как приходишь, когда в банк кредит брать? Имя? Ну хоть любое, там тебе конкретный вопрос, конкретный ответ, где работаешь? Относительно кого? Блядь, давай, дай ему все деньги, он точно отдал. Ты из Москвы? Я из Москвы. Интересненького, откопали, бля, Егор из Москвы. Сейчас узнаешь, что же в этом сундуке. А кто ты из Москвы? Что делаешь в Москве? Блядь, работаешь. Топ! Работаешь. А если бы это был какой-нибудь Китай, Манчжурия, понимаешь, и мы бы зашли в какой-то подвал, и дети хуяляют пуховики, и один из них, я бы сказал, что ты делаешь? Блядь, ты бы сказал, работаю, я бы понял, он шьет ёбаные пуховики. Но здесь, вот так вот заглянешь, блядь. Пиздец, сколько вариантов, игорь. Я тебе... Вот у вас есть два человека. Вот вы, судя по лицу, вы откуда-то из такой страны, где как бы грустно. Из России уже. Вы из России? Как вас зовут? Алексей. Алексей, Леш. Работаешь день? Да, работаю. Где? В Лиге роботов. В Лиге роботов? Ты написал, молодой пуховик? Сегодня весь зал написан Егором, правильно, Ренат? Как вас зовут, извините? Ренат. Ренат. Что ты делаешь? Исследователем. Исследователем? Тебя, почему у нас люди с такими интересными профессиями, ну такие хмурые, а Егор, который занимается ненужной вообще никому вечно, пишет в России комедии, выглядит охуительно, посмотрите. Я боюсь спросить, кто ты, то есть, ты вообще можешь быть мэр, понимаешь, типа? Ты, блядь, аа, похуй вообще, да, да, все нормально. То, что вообще никому не надо, вот, нормальные ребята, а это исследователь, то есть ты с фонарем смотришь в камень. Ищешь там гномов, что ты делаешь? Залез на дерево, вылил новые белки, что ты? Что вы исследовали, Ренат, скажите? Упрочняем алюминиевый сплавок, ну, разным цветом. Он упрочняет алюминий разными другими металлами. То есть вы сам, как бы, исследование-то в чем заключается, вы уже исследовали? Ну, битурс исследовал. Подожди, подожди. И ты говоришь, я, говорит, вот что делаю, я беру металл и упрочняю его. То есть исследование было такое, как упрочнить алюминий? Наверное, в металл добавить. Ты такой, да, Ренат, работай. Да, сейчас, может быть, как-то гипсом его. Хуйню, говоришь, давай, придумай. Я исследую, исследую, Ренат, исследователь, ты там думал. А может заморозить в морозилке? Пошел нахуй, Ренат. А если просто взять, как слабому человеку, типа, я не могу согнуть, нет, дальше. Так, все. И ты такой, друг, такой, металлы, другие, цветные, композиции. Да, Ренат, исследовал. Бывший исследователь? Ты еще что-то исследуешь? Кроме того, что уже исследовали. У нас же нет такого? Изобрести бы стул. А если четыре ножки, такую хуйню плоскую? Да, Ренат, дело говоришь. Что ты сейчас исследуешь? Правда, интересно? Сейчас мы левым пытаемся сделать растворимые шары из алюминия. Подожди, вы хотите растворить алюминий? Вы же его, блядь, вот 15 минут назад уплотняли, не было такого? Ренат, можешь так, чтобы хуй согнуть? Без проблем, придумал, а теперь растворим! Ее пока неинтересно, да? Стараешься как бы, ну, как бы изобразить удовольствие? Ну, пока, как бы, ты такой, типа, что, зимний ладзо, типа, но, типа. Да, вот-вот должен подойти. Мой статус позволяет мне сменяться лишь над народниками. Он не веселый, по-твоему? Как я зеркал привела, блядь. Я просто сейчас позорю. Говорю, ну смейся над всем, блядь. Два часа не читала, блядь, еще язык теперь. И я точно теперь знаю, где шокер, я не шокер. Известно. Ваш любимый колик. Извините, слушай. Пара есть, типа, что? У вас было уже? Да? А сейчас, вот, проверим, сейчас я протестирую. Сейчас я протестирую. Какая? Горячая? Я про регуляцию. Ну ладно, давай. Что, блядь, парку? Все равно, блядь! Ааа! Что, что, в холодильник голуби? Дерь, есть кто-нибудь? Не, не с тобой, я не еду внук, то есть. Даже с тобой не еду? Ааа, ты знал, ты дошел. Останемся в раковине. Нет, нет. Ждите меня дома, малыши. Заткнусь, чтоб не угрожали, блядь. Я считаю, что лозунги по поводу того, что... Русские! Самые лучшие! Украина! Самый дом! Или, мадонный пиздец! Который вот сильно национализирует. Знаете, вот нацию сильно превозносит. Я считаю, что не существует в современном мире национального превосходства. В принципе, все одинаковое, но и там, и там, и там, и там есть мудаки. Да? Они просто, просто дискредитируют и ту, и ту нацию, и везде можно на каких-то уютках увидеть. То есть не все немцы, да, как Гитлер, да? Да? Почти все, но и везде. У меня был такой случай. Я очень люблю именно вот культурных русских людей. Я был в аэропорту Испании. Аэропорт Испании. Это мраморное такое, безумно красивое место. Знаете, вот везде мрамор, абсолютно везде. То есть это вот как вот гроб Баскова. Передо мной шел мужик. В тапках, это было лето, таких, знаете, вот эти вот типа адидас, там носки, шорты такие. И делал так. И дальше я со спины еду и такой думаю, только не русский. Думаю, мне кто угодно, мне. Как китаец, да, там с глазами пересаженными от белорусов. И он такой, типа, Алёна! Я такой еще, думаю, шанс еще и есть. Он говорит, там можно только два литра провозить, поэтому мне бутылку надо будет выпить. И я так подумал, ну почему? Никто не плюнул в гробу у Баскова, только этот человек. Я ему сделал небольшое замечание. То есть мне казалось, это очень актуально тогда. Я говорю, пожалуйста, говорю, ну зачем вы плюнули? Он, блядь, блядь, начинает, балдой уже, и ушел. Меня так взбесило, и я представил вот такую ситуацию. Я просто мечтал, чтобы произошло. Вот мы летим в самолете, и все начинают кушать. Там, знаете, оливки? И он так бьет оливку. Так, ау, так засовывает. И тут со мной чуть-чуть тряхануло. И Алиса застрет его вот здесь в горле. И он так начинает. И тут паникает, надо? И все пальцем пытаются, блядь, протолкнули. А, нет, у него горло длинное. Он говорит, а, нет, нет, нам надо стрелять, помнишь, помнишь? Кто-нибудь может? Мужик такой, спасли меня. Давайте я попробую. Он так снимает полностью штаны, берет, так члены в горло ему, начинает спрессовывать в горло. И получается, член длинное горло, и он так еще дальше проталкивает. Он говорит, а-а-а, а-а-а, давай я помогу. И тоже в горло ему вдвоем два члена. За что выводит пилот, говорит, я вижу по камерам, раз, тыка, херня. Я тоже попробую. И все в трое думают, а-а-а, уже пять пунктовый. И последний вариант такой длинный, давайте я попробую. Какой законец, хуяку смотрит на одноногие, это не нога, а член. И он делает эту огромную толстую колбасу, ему в горло. А-а-а, бла-бла-бла-бла-бла. Ра-бла-бла-бла-бла-бла. Ра-бла-бла-бла-бла. Русские такие, давайте мы, мы любим пчелыров. Ра-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А что, никак? Нет, он говорит, нет, оно уже проскочило. Та-а-бла-бла-бла-бла. Ра-бла-бла-бла. Ра-бла-бла-бла-бла-бла-бла.